Совсем скоро краснодарских водителей ждет нововведение. С 1 марта все городские парковки можно будет оплатить с помощью банковских карт. При этом наличный расчет полностью уберут. И это не все. В будущем может быть введена дифференцированная оплата. Цена будет установлена по принципу удаленности от центра. Эту идею городские власти обсудили с представителями Общероссийского народного фронта. Во время встречи также говорили о доходах местного бюджета, которые город получает от инвестора, владеющего парковками. Подробнее Виктория Герус. В Краснодаре на тысячу горожан, включая стариков и детей, приходится 437 машин. По уровню автомобилизации мы первые в стране. На такие рекорды дорожная инфраструктура не рассчитана. Отсюда пробки и улицы, заставленные авто. Краевой центр столкнулся с проблемой всех растущих мегаполисов. Последние 4 года в городе растет сеть муниципальных платных стоянок, которые должны сыграть роль ограничительных мер. Развитием парковочного пространства занимается инвестор. 10% прибыли он отчисляет в муниципальный бюджет. Именно это не дает покоя общественности. Люди спрашивают, а зачем нам? Вот сидит генеральный директор компании. Многие спрашивают, а зачем нам эта компания? Что ж мы сами не можем управлять своим хозяйством? Компания «Городские парковки» уже вложила в проект около 280 миллионов рублей. Это расходы на обустройство площадок, покупку и установку оборудования, камер видеонаблюдения, создание единого центра управления, который работает в круглосуточном режиме. Город при этом не затратил ни копейки, зато получил 17 миллионов рублей и еще 45 миллионов в виде налоговых отчислений. В сложное для российской экономики время опытом Краснодара уже интересуются другие грады России, отметил мэр Евгений Первышев. Я считаю, что мы достаточно хороший опыт приобрели, его надо только развивать и улучшать. Мы упорядочили значительно состояние транспортной инфраструктуры, нахождение машин. Теперь люди просто не бросают свои транспортные средства, как попало, где попало. Если мы говорим о парковках закрытого типа, то всегда комфортно приехать на эту парковку. Да, она стоит денег, необходимо оплатить. Но, по крайней мере, у вас всегда есть гарантия, что подъехав к тому или иному месту, можете машину припарковать. Но не все водители спешат платить за комфорт. На парковках открытого типа до сих пор многие желающие постоять зайцем. Система отлова нарушителей уже отлажена. Их вычисляют специальные автомобили, оснащенные комплексом видеофиксации и бортовым компьютером. Такую же систему в будущем планируют использовать и для борьбы с теми, кто паркуется на проезжей части. Возможно, это позволит отказаться от эвакуаторов. Я сегодня веду диалог и вношу предложение, насколько оно будет поддержано, чтобы вообще нам уйти от службы эвакуаторов, которые значительно ухудшают работу, то есть своими действиями, своими эвакуационными действиями перегораживают транспортные артерии на достаточно, хоть и кратковременное время, но это создает заторы. Еще одно нововведение, о котором идут переговоры с инвестором – раздел парковочного пространства на четыре зоны с разным тарифом. Примерные расценки были озвучены еще летом прошлого года. 50 рублей в центре города, 30 на окраинах. В районе аэропорта и вокзалов не менее сотни. Тогда, к примеру, приезжим водителям, а в день в город принимает их до 150 тысяч, будет выгоднее оставлять машину на дешевой стоянке и пересаживаться на общественный транспорт. В Краснодаре население восприняло инициативу по-разному, но в основном положительно. Готово платить. Главное, чтобы машина в безопасности стояла. Ну, если в центре города дороже, тогда пусть это будут те места, которые реально предназначены для того, чтобы люди зарабатывали деньги. Ну, для граждан, наверное, Краснодара не должно быть. Если она парковка в городе, то она должна быть одинаковой. По-моему, естественно, что в центре парковка дороже, чем на окраине. В ходе обсуждения активисты выступили со встречными предложениями. Увеличить бесплатное время стоянки возле городских больниц с 15 минут до одного часа и выделить бесплатные места для электромобилей. Ведь 2017-й объявлен годом экологии. Евгений Привышев поручил проработать эти вопросы. Виктория Герус, Яна Степанова, Даниил Степаненко и Евгений Валитов. Телекомпания «Краснодар».